Да, когда у тебя началась любовь к зоне отчуждения, когда это проявилось, ну и почему так вот? Ну, в первую очередь я с самого детства любил индустриальный туризм, то есть заброшки, всякие вот места необычные, скажем так. То есть то, что не видят другие люди, то, что доступно в принципе всем, но не все этим интересуются. То есть какой-то иной взгляд, скажем так, на то, что нас окружает. И когда начал ходить, понял, что есть немножко другая, иная сторона того, что нас окружает. То есть можно ходить бесконечно, смотреть на красивую архитектуру города, можно бесконечно ходить, смотреть на озера и прочее. Но интерес появился именно из-за того, что просто захотелось видеть что-то иное, то, что не каждый может себе, скажем так, позволить выйти и найти что-то иное, то, что совсем по-другому смотрится. Для меня это был какой-то шаг, который, получается, выход, грубо говоря, из матрицы. То есть мы все живем, работа, дом, учеба, это все по кругу. Мы не замечаем то, что уходит очень много реально времени, то, что мы живем, как бы вчера вроде под столом бегали, а сейчас уже, грубо говоря, дети, дом, работа по кругу, и нам некогда думать. А дальше будет все сложнее. То есть я считаю, что каждый молодой парень, возможно, в некоторых случаях девушка, зависит от ее увлечений, должен понять и постичь то, что окружает нас что-то нестандартное, помимо цивилизации, электроники и так далее. Выйти в лес, выйти в поле, попасть в зону отчуждения, сделать какие-то выводы, сделать дефрагментацию мозгов, то есть расструктурировать свои планы, то есть сделать порядок в своей голове. Это можно сделать только, когда человек находится в каком-то ином месте, где его никто не отвлекает и ничто не отвлекает. То есть просто сидя дома, слушая музычку, смотря YouTube, как бы человеку некогда думать. И в этом вся проблема. Когда человек выходит за какие-то рамки, он меняет какую-то, получается, структуру того, где он находится, то у него начинают идти мысли, он начинает планировать, он ставит какие-то приоритеты, он понимает, что ему действительно важно. И только тогда он может вернуться, допустим, из гор, с похода в гор, или же с похода в Припять, Чернобыль, в зону отчуждения, и уже идти по плану, который он себе в голове уже установил там. То есть расформировал там, сидя, дети, работа, так-так-так расписал, и он выходит, и он как бы структуризировал это всё и может спокойно двигаться дальше. Тем самым человек может спокойно, скажем так, отдохнуть от цивилизации, и понять то, что действительно есть что-то иное, кроме того, что мы находимся постоянно в каком-то движении и в каких-то стандартах, выбиться, скажем так, из этой матрицы и сделать какие-то выводы просто. Если человек будет постоянно находиться в цивилизации, у него просто не будет никогда мотивации и какого-то такого стержня чётко по структуре взять и пойти, и достигать каких-то целей, и развиваться. Если же человек оторвётся от цивилизации, начнёт думать, мыслить, у него не будет много факторов отвлечения, то это идеально, по моему мнению, то, что человек сможет реально двигаться и знать, к чему он идёт. А если человек будет постоянно в движении, находиться именно в цивилизации, у него реально очень много факторов отвлечения, и он теряет себя, он как робот. Он работает, учится, семья, дом, работа, и больше ничего не меняется. Он как белка в колесе постоянно. И вот благодаря тому, что я начал ходить в походы, в горы, в Чернобыльскую зону отчуждения, я сделал такие выводы, что каждому человеку нужно найти какое-то место или направление, в котором он может выйти, перезагрузиться и двигаться дальше уже, скажем так, в своей жизни, скажем так, структурировать всё и развиваться дальше. И скольки лет ты ходишь в зону отчуждения? Я в зону отчуждения хожу немного, я больше ходил в горы, в горную местность, это Карпаты, Говерла и другие места. Потом начал ходить в зону отчуждения, это уже где-то второй год, два года я уже хожу, получается, уже третий год идёт. На таком вот собрании сталкеров, людей, которые увлекаются вот этими походами, это первый раз или ты... Ну, именно в таком тематическом, на таком тематическом собрании первый раз. Ну, в принципе, классно, все заряжены, есть куча людей, с которыми можно что-то обсудить, обменяться опытами, показать какие-то интересные места, то есть где набрать воды, куда пройти, где классные кадры для фотографий, то есть можно обменяться опытом, как минимум. То есть, в принципе, это то, для чего многие здесь и находятся. Вот. И это очень классно, почаще бы такие сходки. Действительно, таких людей очень много, и это неудивительно, потому что многие думают, что зона отчуждения – это какая-то зона, где ты зашёл, и тебе уже конец, и тебя никто не найдёт и так далее. Нет, это такая же местность, такая же природа, и уже там можно спокойно находиться, конечно же, нужно следить за какими-то элементарными нормами, гигиены, радиации и так далее, и иметь какие-то профессиональные приборы, и следить за радиацией, и проверять обувь и так далее. Если человек будет за этим следить, то, понятное дело, у него никаких проблем никогда не будет. Вот. Ну и самый главный вопрос – как к твоему хобби, к стилю жизни, относятся родственники, родители, коллеги по работе или учёбе, именно к походам в зону отчуждения? Или для многих это как бы что-то такое сумасшедшее, сумасшедшее? Ну да, да, я с тобой согласен, что это что-то необычное, и многие на это реагируют нестандартно. Ну, мнение моих родственников нестандартное. Изначально вообще, когда я начал ходить в зону отчуждения, после похода в горы, про горы у меня родители знали, что я хожу, они, я боялся, что отец, там, мать скажут, что дурачок, типа там радиация, если вот это по стереотипам. Ну, я как бы сходил первый раз, никому ничего не говорил, потом сказал, о, смотрите, фотки классные с красивого места. И родители сказали, ну, нормально, ну, будь осторожен, как бы тоже всё осторожно. Я был удивлён, потому что нормально отреагировали, но так как я знаю, как работает радиация, гамма, бета, альфа, лучи, то есть я могу спокойно понимать, что можно делать, что нельзя в этом месте делать. И поэтому я в первую очередь должен себе доверять. А то, что думают другие, как бы, это их право, не на их мнении, так сказать, мы строим жизнь. Мы живём, каждый живёт и двигается по своему пути. Не столь сильно важно, кто что думает. Главное, как человек двигается и развивается дальше сам. А вот уже лично к тебе вопрос такой, вот у тебя походы в горы и походы в зоне чередуются. Какую между ними параллель или какое отличие можешь провести? И просто интересно, вот такое, как горы, как ЧЗО. Что особенность, что там, какие особенности и поход в ЧЗО? Ну, по поводу особенностей, каждое место, конечно же, оно по-своему особенное, потому что горы — это больше физическая подготовка должна быть, это огромный рюкзак, это обувь удобная должна быть. Двигаешься, грубо говоря, на свой страх и риск. Там может не быть связи вообще, там может что-то произойти, можно подвернуть ногу. То есть, как бы, люди могут быть раз в два дня, и не факт, что они тебе помогут или что-то смогут сделать. Это огромная ответственность на себе и того, кого ты можешь туда вести. Опять же, там диалог, он небольшой, то есть, вот эта вот деформентация в голове, то есть, упорядочить свои планы и свое развитие. В зоне отчуждения попроще, потому что это по факту, как плоскость, и ты спокойно можешь ходить, тебе не надо вверх-вниз прыгать, и оно как бы спокойнее, и ты можешь идти и думать, и развивать то, что у тебя в голове, и планировать спокойно все свои планы и фрагментировать это все. Отличие, в принципе, небольшое. Опять же, везде должна быть подготовка физическая и моральная. Даже больше моральная, чем физическая. Вот для зоны отчуждения больше важна моральная подготовка, потому что я не раз слышал, что некоторые люди возвращаются совсем другими, и там у них шарики за ролики заходят и так далее. Да, такое есть, но опять же, потому что люди были неподготовлены. В основном, поход он и есть поход, и не важно, идешь ты в горы или в зону отчуждения, всегда это должно быть четко спланированный поход, по которому ты двигаешься, и не должно быть отклонений. Но так как показывает зона отчуждения, это не поход по горам, и там зона отчуждения, она сама твой поход корректирует. Ну и в этом и весь интерес, потому что когда ты идешь четко по плану, то оно как-то скучновато становится. А в зоне отчуждения оно по-другому, ты можешь проектировать полностью весь свой план, где ты ночуешь, где ты кушаешь, где ты купаешься, а в итоге будет за 20 километров оттуда, и ты не будешь понимать вообще, что происходит, но в итоге на выходе будет отличный контент, будет куча классных фотографий, и куча, самое важное, эмоций. Ради эмоций многие и ходят. Ну и последний вопрос, что пожелаешь, что пожелаешь вообще людям, которые собираются ходить, будущим сталкерам, тем, кто ходит, ну и вообще людям, которые живут и интересуются зоной отчуждения. Я бы в первую очередь посоветовал людям, которые хотят начать этим заниматься, это быть морально подготовленным, в первую очередь, к тому, что они будут идти по лесам, к тому, что это дикая природа, это можно вывернуть ноги, это могут напасть волки, олени, кто угодно, то есть у меня слабого такого не было, но бывали разные ситуации. К этому нужно быть готовым физически и морально быть готовым к тому, что человек, пройдя 3 дня по зоне отчуждения, у него начинается такое ощущение, что он как беглый какой-то преступник, потому что ему нельзя встретить никого из людей, машин, потому что его поход может очень быстро закончиться и ради чего человек ушел.